Ивана, здравствуйте, господа и дамы, с вами Сэвана, мы продолжаем проходить книгу, не написанную в истории 2, и, господи, наконец-то мы играем за Иво, или Айво, там, в зависимости от природа, в зависимости от природы, от перевода, и, в общем-то, принцесса Эльфийская, замечательно. И у нас, как оказалось, как я понимаю, это тот же самый район, в котором мы были, вот здесь была баррикада, вот эта штука, как все изменилось, я даже не узнала сперва. Ну да ладно, что у нас тут есть? Куклы, игрушечные зверушки, там щенки и розовые платья, а тут портрет юного менестереля. Изумительный выбор товаров. Я несколько дней не играла в эту игру, мне нужно было отдохнуть от нее после предыдущей серии. Будем надеяться, что это положительно скажется на происходящем. Потому что это машина чертова. Сахарная вата, мороженое, шоколад, конфеты. Может быть, за этим стоят дантисты? Да, кстати. Где-то, я не помню, где эта шутка использовалась, то, что дантисты придумали сладости, чтобы люди их ели, и им потом приходилось чинить им зубы. В общем, да. Лис, расклеивающий плакаты. Привет. Привет. О, чего ты хочешь? Разыскиваться за убийство Архимага. Этот опасный террорист все еще не задержан? Это полная чушь. Ван Бюрэн хочет избавиться от крыс, поскольку они соединенники Алистера. Она называет их террористами, чтобы ее люди могли шпионить повсюду под предлогом, что они хотят заткнуть крысиные норы. Совершенно случайно, они выясняют, конечно, кто где живет, и что он думает о Ван Бюрэн. Я же говорю, большая куча троличьего дерьма. Привет, мистер Фокс. Черт, кажется, нам нужно немного поговорить. Должна быть вы, госпожа председателя Совета Ван Бюрэн. Умная девочка. Я бы хотела вас спросить. Что это? Так. Вы должны следить за своим языком, мистер Фокс. Подумайте о детях. Пойдем, дорогая. Ман запикала ему. Мама, 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 смотри, смотри. Я его сделала. Правда, милый? О, замечательно, дорогая. Этот старик Дженкинс должен как следует усвоить урок. Я хочу его. Дженкинс. Прошу прощения, я еще не закончила. О, уже закончила. Давай, дорогая. Оставь гиппогрифа в покое. Я его хочу. Извини, малыш. Лютик мой. Эльфийская права. Эльфийская права, дорогая. Гиппогриф не наш. Я его сделала, мама. Он мой. Ну, дорогая. Мой, 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 мой. Ну, конечно. Тогда, возьми его с собой. Типа, есть-то? Маленькая, мерзкая девка. Ну, охренеть. Этот теперь нам толком ничего не сможет сказать, да? Ты можешь что-нибудь сделать? Здесь багов больше не будет, потому что что-то... Я их не видела. Извини. Это не твоя вина. Это моя... Безалаберность. Какая-то там, видимо, матершина была или что-нибудь. Дочь, госпожа председателя. Она стоит за всеми превращениями, так? Ну, короче, да. Как это возможно? Обычно магия через некоторое время исчезает. Откуда она берет силу? Можешь что-нибудь рассказать про убийство Архимага? Да. Спасибо. Было ли вообще убийство? В смысле, он действительно мертв? Улбор и крысы никогда бы ему ничего не сделали. Их превратили в козлов отпущения? Если предположить, что Архимаг еще жив, Ван Бюрн должна держать его при себе, правильно? В магической башне? Нет. В школе? Правильно. Туда я и отправлюсь. Быстро до нее дошло, что говорить нет смысла вообще что-либо. Ван Бюрн не могла получить власть законными методами. Эти че... Эти милые штучки вокруг моей голове не дают мне говорить некоторые вещи. Спасибо, Мапонни. Типа ругательств? А, ну, наверное, да. Сибилл Ван Бюрн. Власть без во всяких... Это делать. Цензура! Вот что это. А знаешь, что самое плохое в цензуре? Я поняла, да. Что ты собираешься делать с этими штуками вокруг головы? А что я могу сделать? Я журналист, а не маг. В этом городе не осталось магов. Ван Бюрн. Всех. Магия. Ключ к ее силе. Она думает, что теперь ее может остановить только маг? Как удобно, что сам изобретатель маг города находится в подполье и разыскивается за убийство. Мне нужно идти. Держись. Это может тебе пригодиться, если ты собираешься прогуляться по верхнему городу. Че это? А почему он не может нам сказать вещи какие-то... Спасибо. Написав их. Он же не может их произносить. Там бумага-то еще и рука, ручка. Все ему доступно, правильно? На цветы смотри. Это... Необычно. У нас в Алифисской норе есть практически все известные виды растений. Но это... Что это? Улыбающиеся цветы? Это магия, а не природа. Ну да. Как ты догадалась? Еще разок, чтобы... Систон портовый город. Здесь довольно сурово. Этот магазин нарывается на не проблема с таким выбором. Даже если у некоторых моряков случилось рассмягчение мозга. Так, что у нас тут? Пузо такое вообще уже. Ни души не видать. Либо все прячутся по своим домам, либо это город-призерк. Первое как-то более вероятно. Я эльф и не чувствую тепла и холод так же сильно, как люди. Иначе одежда эльфийских девушек была бы жутко непрактичной. Понятно, понятно, понятно. Все. Смотри, а человек не убрался до сих пор. Значит, с ним что-то сделать. Систон велик. Сначала я должна собрать как можно больше информации наверху, прежде чем идти бесцельно слоняться внизу. Окей. Ну, а что он нам дал там? Ключ. Ага. Хорошо, тут делать нечего. Так, подожди. А на что именно? Ага, на плакат. Вот, давай. Разыскивается из убийства архимага Алистера. Ужасный, опасный, вооруженный и вонючий маньяк Улбур Везервейн. Разыскиваемый гном вооруженно-опасен. Улбур может быть всяким, но вооруженным и опасным. А! Слышали этот звук? Это да. А вот тут все по-прежнему. Это радует. Сейстон. Никогда не понимала, почему так много людей хотят жить на таком маленьком пространстве. Весь город выглядит как куча мусора над канализацией. Тем не менее, после войны все собрались здесь. Сейстон стоит за свободу, открытый мир. Успех. Если это можно делать здесь, это можно делать где угодно. Палатка торговца. Возможно, принадлежит одному из симпатичных ребят на стене. Ага. Кажется, они все... Он все продает... И все еще продает нормальные вещи. Полагаю, это просто вопрос времени, чтобы он начал предлагать панты и чай с пузырями. Что-нибудь еще? Давай, пошути про стену. Раньше я в Уляков забралась на нее. А теперь я буду перебирать ногами час или два. Нет его. Ты не должна позволять этой маленькой проблеме тебя отвлекать. Нифига себе маленькая проблема. Так, у тебя ключ есть? Ты сама откроешь? Да. Здрасте. Стоять. Документы, пожалуйста. Вам не нужны мои документы? Не, стой. У меня на пути. Вам не нужны мои документы? Я не одна из террористов, которых вы ищете. Вы пытаетесь творить какую-то эфирскую магию, да? Не-не-не-не, я просто не террористка. Я принцесса Ива из королевства Вудланд. О, принцесса Ива. Я вас не узнал? Вы так... Изменились? Не могу припомнить, чтобы вы были таким... Гибким раньше, мистер... Шилдхенд. Вы правы. Многое произошло. Скажите, артефакт божественной судьбы. Мог бы он снова сделать меня нормальным? Возможно. Только никто не знает, где он спрятан. Включая меня. Архимаг Алистер стер нам память после того, как мы его спрятали. А, конечно, стер. Этот слащево-кондитерский мир там... Что это все значит? Благородная госпожа председатель Совета Ван Берн вычищает город. Систон становится красивым и спокойным городом. Таковы правила. Вы жители города с этим согласились? Ну... Строго говоря, выборов не было. Госпожа председатель Совета была единственным оставшимся кандидатом после жестокого убийства Архимага. Выборы будут бы пустой траты денег. Налогоплательщиков ведь так? У меня назначена встреча с госпожой председателем Совета Ван Берн. Отведи меня к ней. Вы уверены? В смысле, она мне не говорила. А госпожа председатель Совета обычно обсуждает свои распорядки с городской стражей? Нет. Но я здесь с официальным визитом. Моя мать, королева, послала меня, чтобы засвидетельствовать почтение госпожи председателю Совета Ван Берн. Есть проблемы? Конечно нет, ваше высочество. Пожалуйста, сюда. Точнее, наоборот. Спасибо. Это все. Ну... Госпожа председатель Совета Ван Берн. Что еще? А, вы. Зачем вы притащили сюда эльфа, Шилдхенд? Эльф — это принцесса Иво из Королевства Вудленд. Я здесь по официальному делу по поручению моей матери-королевы. Принцесса Иво! Какая честь! Чем могу вам служить? Ну, с чего бы начать? Смотрю, вы тут тоже все украсили. Мило. Поверить не могу, что королева Вудленд прислала вас, чтобы брать у меня уроки дизайна. Нет, это не совсем так. Я просто удивлена, что жители города не выразили протеста против нового стиля. Принцесса Иво, чем могу служить вашей матушке? Мода. Мода. До нас дошли печальные вести о смерти архимагов. Да, просто жуть. Просто невероятно. Такой сильный маг, как Алистер, просто убит. Вот так. Крыса и этот Везервейн. Они предали его, моя дорогая. Но не волнуйтесь. Мы за ним охотимся. Мы запечатали все крышиные норы в городе. Я знаю Уилбру, Везервейна и Рэми для дюма. Мы друзья. Что вы говорите, друзья, с террористами? Я ни на секунду не верю в эту чушь про террористов. Если в этой истории есть две истории, и Уилбур с Рэми с одной стороны, то я совершенно уверена, что Алистер Стелл был рядом с ними, а эта сторона и моя тоже. Значит, вы террористка. И открыто это признаете? Я дочь королевы, исполняющая дипломатическую миссию. Я пытаюсь разобраться в ситуации. Знаете, как трудно достать полностью подготовленного гиппогрифа? Он стоил мне горшка золота. Я с удовольствием выдам вам вексель. Это все? В последний раз, когда я здесь была, город был полон людей. Да, мы все зачистили. Этот лагерь перед воротами был недостоин города. Согласна. Но где все беженцы? Ушли. И поэтому теперь жители этого города могут жить порядочной и аккуратной жизнью. Нормально. Значит, порядочная и аккуратная жизнь согласно вашим стандартам? Согласно правилам, правильным стандартам. Ксист, в ней больше нет преступности. Нет оборца, оборванцев. Нет, кто не нарушает порядок. Как я могу оставить весь остальный мир в состоянии хаоса, беспорядка и жестокости? Вы не можете навязывать свои идеи всему человечеству. Люди должны следовать за вами по собственной воле. Или не следовать. Так раньше и было. Но теперь есть способ и средство править более эффективно. Мне загнается, у нее воротник живой и шевелится иногда. Если это ваше последнее слово, тогда я слышала довольно. До свидания. Подождите! Не собираетесь ли вы случайно пойти и принести некий артефакт? А? Даже если бы я знала, где находится артефакт Божественной Судьбы, я не стала бы его использовать. О, девочка... Девчонка Алистера, ну вы должны понимать, что я не могу рисковать. Шилдхенд в тюрьму ее. Чего? Но леди Ван Берн, она посол королевы и ее дочь. Я нанесу визит в королевство Волланд и все объясню. Как королева королеве. Как демократически избранный лидер королеве. Сюда, пожалуйста, принцесса. Подойдите ближе и получишь ящиком по голове. Какой милый кубик. Ты его сделала? Да! Я могу сделать что угодно! Правда? И ты сама придумала все эти милые вещи? А? Некоторые есть в моей книге? О, король-лягушка. Это всегда была моя любимая сказка. Моя тоже. Вот, приятная игра с кубиком. Король-лягушка, а? Взять ее! У-у-у! Пожалуйста, следуйте за мной. По крайней мере, в тюрьме вы будете в безопасности. Мда. Что ты делаешь? Все еще клеит. Забавно выглядит. Ребят, объединяйтесь, давайте. Нет. Все равно не ровно. Попробуй еще. Беременная принцесса королевства Вудланд. В тюрьме. К счастью, у репортера есть собственные проблемы, чтобы заниматься этим прямо сейчас. Опа-па-ра-па-па! Эй, пссс! Эй, ты! Ты знаешь крысу по имени Рэйми до дюма? Ты... Ты ведь Ива, правда? Эм... Оу! Эм... Мы знакомы? Я крался за дядей Рэйми и прятался, пока у вас были всякие банкеты и приемы. Ты была там, и Уилбор, и Капитан Нейт, и Зверь, и Архима Каллистер. Все было очень празднично. Ты можешь позвать Уилбора или Рэйми, чтобы они могли меня спасти? Я могу спасти тебя. Я в сопротивлении. Ага, конечно, но, может быть, твой дядя... Он на задании. Но, к счастью, здесь есть крыс, которая может помочь принцессе в беде. И куда он побежал? Вопрос. Я им, что ли, управляю сейчас или что происходит? А, ну... Типа, да? Устрей, 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 устрей. Я не знаю, зачем я это делаю. Хорошо. И зачем мне это? Так, ребят, простите, отвлекли. Так, плакат мы взяли. Зачем? Смотреть на очаг. Этот огонь горел каждую ночь. Господин Ушилхин, да он нравился жарить на нем сосиски. Но все прекратилось, когда он потерял одно из измерений. Интересно, что он делает, когда идет дождь? Взять плакат. Подожди, я вот... Похоже, что в ведре клестер. Слюна тролля. Или какой-нибудь другой клей. Возможно. Я уже взял один, этого достаточно. Так, клестер начинает размечать бумагу. Нужно поскорее от него избавиться. От кого? От клестера или... ...использовать с чем? Ну, клеить себя на страж... Зачем? Во, может на кресло? На спинку кресла! Если я положу плакат на кресло, и Шлотин на него сядет, плакат к нему приклеится. Но будет ли от этого толк? Он, в конце концов, заслужит благодарность за то, что превратил себя в ходячую рекламную тумбу. Хм... Господин Фокс занят расклеиванием плакатов, разыскивается. Это займет у него пару часов, судя по скорости. Хм... Так, а что я еще... Взять плакат? Как будто бы я могу взять ведро. Ведро слишком великое, тяжело для меня. Я даже не смогу втащить клестера кисть так, чтобы меня не заметил ни тот, ни другой. Взять уголь. Ну, через эту шутку вывалилась пара кусков обугленного дерева. Я возьму один. Пока ты не научишься плакат. Может быть, мне нарисовать что-то углемное? Улучшить плакат? Символ сопротивления. Он должен висеть по всему городу. Ага, ну ладно, логично. Незаметно так, да? И че? Ну, накинула я. Может быть, где-то сейчас заметит то, что... Ах ты, соволочь, ты клеишь. Плакаты сопротивления сейчас эти тоже. Немоверно, что ты больше не можешь наслаждаться своей... ...едой. Своей долбанной едой. О, я тебя не виню. Я уже нашел другой способ убивать время. Спит спот? Ключи прям так блестят. Намекающе. Ну да, он же замечает. Да-да-да. Не, сюда... ...сейчас невозможно. Да сейчас, сейчас все будет. Нужно, видимо, на спинку, но уже сопротивленческий плакат. Да, бери быстрее. Здесь-то ясен пинь, он видит все. Нет смысла. Но это стоило попробовать хотя бы. Просто, чтобы было. Так, давай, уголь. С плакатом. Угу. Так, использовать плакат. Сейчас дождемся, пока он встанет. Давай, на спинку. Рекламного персонажа сопротивления. Давай быстрее хротрепаться. Хротрепаться. Очень незаметно так. Оп. Что за? Что это? Эй, Фокс, у меня есть что-нибудь на спине? Ты видишь что-нибудь? О, да. Я кое-что вижу. Что это? Что ко мне прилипло? Что? Что скажет госпожа председатель, если ее собственный городской стражник делает рекламу повстанцам? Рекламу? Ну, я не делал. Не волнуйся. Я сниму. Может, немного пощипать? Нет. Прекрати симпатизировать сопротивлению. Это было... Легко. Так, подними, пожалуйста, ключи. Куда ты понесся? На светской ключе и городского стражника три ключа. Один из них должно быть от караулки, а остальные от камер. Ну ты давай. Что, у тебя здесь медом помазано, что ли? Именно туда бежишь каждый раз. Мог бы... Это второй раз, когда мне приходится спасать и новость великих героев Авинтазии. Тимми Мышковиц. Спаситель героев. Так, ключ-то куда делся? Ты его там хоть держишь, нет? Даже если я доберусь до замочной скважины, смогу ли я открыть дверь? Понятно. Сомневаюсь. Понятно. Нужно кинуть его. Ключ. Иво, у меня есть ключ. Правда? Здорово. Это было просто. Можешь достать? Нет, но у меня есть одеяло, которое я могу разорвать на ленты. Отлично. Супер. Вот и все. Ты, ты, ты очень... жирная. Я! Я беременна! Типа того. Точнее, как-то. Где улборы остальные? В подполье? Я дам вам знать, что ты здесь. Но где... Нормально так. Ты, ты типа жирная. Ой. Что ж такое-то? Так, смотрите на плакат. Еще раз. От прославленного героя до врага государства. Номер 0. 5. Крутой взгляд для улбора. Ведро с дурно пахнущим, клейким, слизистым веществом. Если мне когда-нибудь понадобится что-нибудь подобное, я буду знать, где это искать. Но, видимо, не понадобится, раз исчезла иконка. Если я хорошо выполню свою работу, тогда вскоре я стану врагом государства. Но, глядя на этот режим, я пошла бы это зачесть. Так, все еще в чем-то подсвечивается. Представить не могу, как маленький крысеныш вытащил меня из тюрьмы. Думаю, он должен занять место своего дяди. Конечно, статуи всегда будут первыми, кто окажет поддержку, если случится революция. Не знаю, кому посвящена эта статуя, но я совершенно уверена, что люди, госпожи председатели, ее испортили. Да нет, вообще-то. Это мы были... Ну, ладно. Хорошо. Мы же правильно идем, да? Нам туда? Зачем нам просто туда? Хорошо, мы тут. Что нам это дало? Что это? Барабан лото пустой. Не похоже, что его когда-либо использовали. Так, вообще-то вроде использовали. Или там пытались это сделать. Помните, этот лист тут стоял? Намешивал. Так, а нам нужен этот кран? Очевидно, все эти товары были доставлены или... По крайней мере, заказаны до того, как Ван Бюрн захотела власть. Не могу себе представить ни одного меняего капитана летающего короля, который бы мечтал полететь в Систун. Теперь. Кран новый. Систунские торговцы всегда были очень изобретательны, когда дело касалось бизнеса. Однажды один из них продал мне лицензию на яблоко. Он не хотел, чтобы яблоко мне принадлежало. Просто право. Только право его съесть. Я совершенно уверена, что согласись, и ничего хорошего бы из этого не вышло. Это к Эппл, мне кажется, отсылка только что была. Потому что, ну, яблоко съесть, откусить и... В общем, вы поняли. Все кажется тиким и спокойным, когда смотришь в звездное небо. Однако там бушуют невероятные силы, и творятся великие трагедии. Мы просто недостаточно внимательно смотрим. Ну, это... Мне кажется, отсылка к настоящему, в общем-то, миру. Кажется, что все так хорошо. Смотришь на небо, все зашипись, красота. Вокруг тебя ничего не происходит, а где-то там люди умирают. Когда я была ребенком, я лежала на спине рядом с папой в эльфийской ночи напролет, наблюдая за звездами. Он рассказывал мне о странных мирах, а иногда, когда ночное небо было особенно ясным, мне казалось, что я могу различить звездную черепаху невооруженным глазом. Звездная черепаха? Это к чему-то отсылка или нет? Не знаю. Оттуда, сверху, наши проблемы должны казаться такими мелкими и незначительными. Все хорошее и плохое в этом мире, каждый эльф, человек, карлик или гном, все влюбленные, каждая идея, каждая работа или искусство, все, что было когда-либо построено, все это существует в единый крошечный момент, окруженный тьмой. И все-таки за него стоит бороться, поскольку наш момент случится только раз. Прям ты философ, слушай, еще что скажешь? Все то же самое. Иво, кстати, пока что единственная, кто толкает такие вот идеи, да? Ну, без шуток каких-либо. Да, все то же самое. Хорошо. Магическая башня Систу, она пользуется дурной репутацией. Говорят, она обладает собственным разумом. Это смущает людей. Говорят, что посетители, которые не понравились башне, никогда больше не выходили из нее. Нахрен такое. Улбер очень взволнованно написал мне, что он, единственный из людей, был назначен архимагом первым профессором школы. Думаю, он был очень горд, но немного напуган из-за коллег и студентов. Мы теперь... Мне теперь... Мне бы теперь, господи, его волнение. Ну, пойдем, что ли? Я не должна рисковать без необходимости. Лучше сначала поговорить с Улбером и другими. А, даже вот так. Ну, хорошо, а куда ж мне тогда идти? В нижний город? Прямо в самый нижний, может быть? Может быть. Опа, здравствуйте. О! А, это ты? Работаешь до позна, да? Ну, торговца, работа не заканчивается. А теперь, если ты не возвращаешься, я ухожу в отпуск. Кто будет вести бизнес, пока ты будешь в отпуске? Ну, у нас пока не так много покупателей. Мы в первую очередь сосредоточились на производстве. Но, когда я вернусь, я хочу поговорить с госпожой председателем совета об открытии новых точек. Это доски, да, волшебные? А значит, там вход туда, вниз, к Улберу. А эти триблы, которые ты продаешь, только отштампованные, так сказать. Благодаря усилиям руководства, производство существенно оптимизировано. Только осталось найти кого-нибудь, кто хочет что-то подобное. Я над этим работаю. Мне кажется, что каждому школьнику в стране нужна такая волшебная гриффинельская доска. Я хочу поговорить с госпожой председателем совета купцов на эту тему. А что ты сказал? Где вход в подземелье? Я ничего не говорил. И тебе там делать нечего. А где именно были созданы эти пушистые штучки? Не в подземелье. И эта уборная туда не ведет? Нет. Тогда можно ей воспользоваться? Или смыв не работает? Я ничего не знаю ни про какие подземелья. Я просто хочу честно заработать на кусок хлеба. Почему все это так беспокоит? Я отнесу эти ужасные вещи в школу, а потом ухожу. Козел. Дверь в уборную. Пойдем. Пойдем, говорю. Отличная маскировка для секретного входа в подземелье. Никто не захочет знать, куда исчезнут вещи, брошенные в уборную. А торговец был так взволнован, что забыл повесить замок. Эй! Тут есть кто-нибудь? Ива! Это ты! Уилбор? Что, черт возьми, ты делаешь? Ну, видишь... Ну, это было как-то так. Восемь часов спустя. А потом он нас не вытащил. А потом пришел Тимми, сказал, что ты в городе. А потом ты вызвала Уилбор, а я... Спасибо, я теперь в курсе. Это довольно долгая история. Ага. Но интересная, правда? А иногда забавная, немного грустная. И что дальше? Как нам расколдовать Архимага? Ну, так... Вообще-то, я хотел... Кто-то должен... Уилбор хотел сбежать. Что? Сбежать? Ну, не совсем. Конечно, нет. Мы не можем просто оставить город этой ужасной ванбюром. И насколько мы знаем, за всем этим к тому же стоит Мункус. Так что будем делать? Сначала, полагаю, я вытащу тебя наверх. А потом мы можем вместе подумать, как спасти Архимага. Но... Рэмми прав. До тех пор, пока палочка существует, мы никак не сможем повредить ванбюрен. Мастер Алистер знал бы, что делать. Не полагайтесь на меня, полагайтесь на себя и на своих друзей. Что? Говори громче. Так всегда говорил Архимаг. Рэмми ему верил. Вот почему он взял дело в свои руки. Что случилось с Рэмми? Он полагается на меня. Я продолжу его дело, и мы найдем способ уничтожить палочку. Ты поднимешь зомби и Нейта, а потом придумаешь что-нибудь для Архимага. Может быть, мы могли бы друг другу немного помочь. Может быть, мы могли бы использовать корзину, чтобы обмениваться вещами и общаться через друг. Ну, хорошо. Похож на план. Да. Иди за Эстер, Гулливером. Пора глотнуть свежего воздуха. Не знаю, как тебя благодарить, Улбур. Все. Все хорошо. Второго ребенка мы наобязательно назовем Улбур. Что скажешь, Нейт? Хочешь увидеть звезды? Отлично. Тем временем мы идем вниз, я так понимаю, да? Жди здесь, Тимми. Но я могу помочь. Конечно можешь. Если услышишь издрые крики ужаса, тогда... Тогда... Придумай что-нибудь. Ты ведь найдешь Деда Рэмми, правда? Конечно. Ага. Ну, я думаю, мы будем искать его уже в следующей серии. Наконец-то. Наконец-то персонажи встретились. Хотя бы некоторые из них. Потому что, когда персонажи стыкуются, это значит то, что пошло дело к концу. Не то, чтобы я прям хотела, чтобы эта игра закончилась. Но длинные квесты это всегда было тяжело для меня. Несмотря на то, что они хорошие, все равно, когда они долго идут, хочется уже как бы финала. И, в общем-то, я рада, что наконец-то персонажи состыковались. Потому что теперь у нас финишная прямая. Но она, скорее всего, будет довольно долгой. Как это и водится в книге ненаписанных историй. Ну да ладно. В любом случае, игра хорошая. Надеюсь, что вам понравилась серия. И если это так, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь, зовите друзей. Ставьте свои комментарии. Пишите, какие ссылки вы заметили, какие не заметила я. Что там про черепаху в небе. В общем, пишите обязательно. Вот. И до встречи в следующей серии. С вами была Савель. Всем удачи и пока-пока.